Продан 15 автобусов в связи с банкротством МУПа. Такое объявление появилось на сайте Авито. Челябинцы возмутились. Частное лицо продает муниципальный транспорт, которого и так не хватает на улицах. Правда ли автобусы принадлежат городу? И почему объявление попало на обычную интернет-барахолку? Иван Лежнин выяснял. Это объявление о продаже автобусов появилось на Авито, популярном интернет-портале. Продавец частное лицо предлагает приобрести 15 низкопольных газомоторных машин 2012 года выпуска. Стоимость каждого 2,5 миллиона рублей. Пробег небольшой, около 200 тысяч километров. Но самая интересная деталь автобусы, по словам продавца, муниципальные. Небольшой пробег обусловлен поздним вводом в эксплуатацию, конец 2013 года, и банкротством МУПа. Автобусы без обременений, юридически чистые. Звоните, договоримся. По Челябинску пошла волна возмущения. Мол, автобусов и так не хватает, а тут их еще и продают. К тому же, не по конкурсу, а частным объявлениям. Чьи же машины? Мы решили выяснить и связались с продавцом. А вы от какой организации продаете? А вы с какой целью интересуетесь? Ну, я вам название не буду говорить, у нас пока предметики нет с вами. Вообще нет. Зачем вам название организации? Оплата, побезнала, СМДС. Мы хотим, как бы, предметно строить диалог. Если вас все устраивает, то, конечно. Это государственное или не государственное предприятие? Не государственное. Новость так переполошила челябинцев, что они начали собственное расследование. И выяснили, в 2012 и 2013 годах администрация города заказала 30 автобусов. Две партии по 15 машин были взяты в лизинг. В 2015 году МУП «Челяб Автотранс» начал допускать просрочки по платежам. Компания «Лизингодатель» обратилась в суд. В конечном итоге иск был удовлетворен в ноябре 2016 года. Данные автобусы до февраля 2017 года продолжали работать на маршрутах города Челябинска. И только в феврале 2017 года 15 автобусов, всего их было 30, были возвращены ГТЛК. По мнению эксперта, именно эти автобусы и выставлены на продажу. Принадлежат они теперь частной компании, так что и объявление частное. Сам «Челяб Автотранс» сейчас банкрот. С весны перевозками пассажиров в Челябинске занимается компания «Городской общественный транспорт». Там подтверждают, в объявлении речь о тех самых лизинговых машинах. На линиях они давно не работают, а все свои автобусы на месте. Ежедневно в рейсы выходит 105 больших и 44 средних. Еще 10 машин большой вместимости требуют ремонта. Их выпустят на маршруты уже через пару недель. В связи с тем, что мы практически работаем круглосуточно по ремонту. Поэтому в неделю от 5 до 7 автобусов мы пытаемся отремонтировать и запустить обратно в рейс. В компании заверяют не то, что не собираются продавать автобусы, а наоборот, уже заключили контракт на поставку новых. А к осени, примерно в октябре-ноябре месяце, «Городской общественный транспорт» при поддержке губернатора закупит еще 10 вот таких газомоторных низкопольных автобусов. Иван Лежнин, Борис Абрамов, ОТВ.